Почти 28 тонн белорусской гуманитарной помощи на сумму около 1 миллиона рублей сегодня отправят в Пакистан по поручению нашего президента. Это бензиновые насосные установки, дизель-генератор, лекарства, одеяло и одежда. Груз сопровождают работники МЧС. Напомню, в сентябре ливни в Пакистане оставили без крыши над головой десятки миллионов человек. Погибли тысячи. Съемочная группа агентствователь новостей также отправится в Пакистан. Александр Камович с подробностями. Буквально несколько часов осталось до вылета белорусского борта в Исламабад. Отмечу, что погрузка гуманитарного груза продолжалась сегодня практически весь день. Доставка будет осуществлена бортом Ил-76 и возложена на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Всего это 27,5 тонн груза. Во главе делегации замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов. Кроме доставки, наша миссия также встретится с официальными лицами Пакистана. В данный груз вошли бензиновые насосные установки для перекачки воды, дизель-генераторы, одежда для пострадавшего населения и большое количество медикаментов. Общая стоимость груза оценивается порядка 1 миллиона белорусских рублей. Отдельно хочется сказать, что Республика Беларусь в 77 раз принимает участие в таких акциях 33 странам мира. Надо сказать, что кроме МЧС в формировании груза принимали участие Минздрав, Минский обл-исполком и концерн Беллекпром. Добавлю, что Беларусь имеет большой опыт в доставке гуманитарных грузов. Помощь отправляли в такие страны, как Сирия, Эквадор, Вьетнам, Судан, Непал. Мы также участвовали в спасательных операциях в России, Турции, Грузии и Сербии. Также добавлю, что гуманитарную помощь Пакистану Беларусь оказывает впервые. И надо сказать, что эта помощь сейчас как раз кстати. В сентябре там прошли сильнейшие ливни, как следствие наводнения и оползни оставили без жилья десятки миллионов пакистанцев. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также призывал мировое сообщество помочь стране. Ну а наша съемочная группа будет работать с миссией беларусов в Пакистане. Подробности в следующих выпусках. Александр Камович и Андрей Новгородцев. Агент статель новостей.